Открывая совещание, Валерий Бганба поблагодарил экспертов за проделанную работу и принимаемые меры по борьбе с вирусом, а также за оказанную помощь. Представитель ПРООН Луиса Винтон отметила, что главным выявленным фактором за дни работы на территории республики стало то, что сегодня в стране не зарегистрированы случаи коронавируса. Однако динамика во всем мире пока не спадает, и Абхазия должна реализовать все подготовительные мероприятия с целью снижения риска. На мониторинг готовности к потенциальному проникновению вируса у экспертов ВОЗ было всего два дня. Однако они успели осмотреть лабораторные оснащения при некоторых учреждениях, возможности самостоятельных лабораторий, в том числе познакомиться и обсудить с абхазскими специалистами первоочередную тактику при выявлении и лечении больных вирусом. Я бы разделил все остальное, то, что мы будем говорить, кроме лаборатории, на две части, самые такие большие компоненты. Это долбольничное, все, что происходит до того, как пациент попадает в больницу, и то, что происходит внутри больницы. Исходя из того, что я увидел, что я успел там осмотреть и ознакомиться, у вас есть, как уже мои коллеги до меня сказали, есть потенциал, есть возможность, но они разбросаны по разным частям региона, даже не только Сухом. И первое, это надо будет комплексно на это все смотреть и обсудить, как это все объединить. То есть над этим надо разговаривать, этих людей надо привлекать и давать задачи. Координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ Василий Есиноманов доложил главе правительства, что основной целью мониторинга и встречи с абхазскими медиками было определение краткой стратегии действий внутри страны на период пандемии в мире. При этом он отметил, что паниковать не надо, но надо быть готовыми к борьбе с вирусом. В принципе, как населения, так и политиков, это то, что 81% случаев заражения у нас проходит в легкой форме. Это очень важно знать, потому что если ты заразишься, это не значит, что ты умрешь. Нужно помнить, что 81% в легкой форме практически без симптомов или с очень легкими симптомами стандартного ОРВИ, стандартного гриппа. Далее 14% они имеют тяжелое состояние. То есть это состояние, в котором может быть госпитализация или может быть лечение на дому. Это зависит от организации лечения на дому. Лишь 5% случаев имеют критическое состояние. И это тоже очень полно. Это из тех выявлено. На самом деле это основывается на китайских данных, потому что у них был самый большой кохорт. Это 72 тысячи случаев были исследованы, проанализированы. И вот эта ситуация основана на 14 февраля. Это источник Китайский центр по контролю заболеваний. По выводам экспертов, при нескольких лабораториях страны, лаборатории Республиканской больницы, СЭС, НИИ, а также лаборатории ветеринарной службы, имеется базовое оснащение для проведения ПЦР-диагностики сложного молекулярного типа, согласно стандартам международного качества. Кроме того, эксперты отметили высокий уровень профессиональных знаний и готовности сотрудников лабораторий в случае необходимости проводить соответствующие исследования. Для решения оперативных задач уже сегодня необходимо всем лабораториям страны установить как информационный, так и ресурсный обмен, провести инвентаризацию имеющихся запасов реагентов. Безусловно, приезд в Абхазию экспертов ВОЗ и их рекомендации Республике полезны и необходимы. В целом, состояние, с их точки зрения, достаточно удовлетворительное. Они дали определенные рекомендации, как усилить те или иные позиции, что касается организации диагностики, лабораторной диагностики коронавирусной инфекции. Какие группы пациентов должны быть подвержены обследованию четко, строго в соответствии с рекомендациями ВОЗ, ну а также маршрутизацию пациента. То есть от момента вызова врача на дом пациента до его госпитализации специализированный инфекционный стационар. И в том числе в самом стационаре какие бригады должны, как они должны работать, какая схема работы, режим. Ну, одним словом, в соответствии с теми нормами и требованиями, которые на сегодняшний день существуют, они у нас приняты. Таким образом, итог двухдневной работы экспертов ВОЗ в текущий период. Главное быть готовыми к четырем этапам. Выявить, протестировать, изолировать и успешно пролечить. И к реализации мероприятий всех четырех этапов Абхазия предварительно готова. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.